АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад вас всех видеть, приветствовать в этом замечательном зале, в большом зале Курского колледжа искусств имени Александра Сергеевича Доргомышского. Перед началом концерта длительная просьба отключить звуковые сигналы ваших модельных устройств. Спасибо за понимание, это может быть очень важно. Наш концерт сегодня будет немного необычный, если сказать совсем необычный. Дело в том, что у нас в этом зале проходит огромное количество концертов, особенно к концу учебного года, когда многие стремятся показать результат своей работы за учебный год. Однако, как правило, это концерты класса какого-то преподавателя, концерты какого-то отделения, какого-то коллектива или просто тематические концерты, которые приурочены к какой-либо дате. Но сегодня концерт, в концерте будет принимать участие один человек. Это сольный концерт выпускника этого года, студента 4-го курса отделения инструмента народного оркестра, Егорова Подставкина. И наш колледж готовит профессиональных музыкантов. Я думаю, что такие концерты, как сегодняшний, ярко к тому подтверждение. Вы услышите совершенно различные образцы музыкального искусства. И первым сочинением в нашей программе получит очень популярная мелодия. Это рингерский танец номер 5, Иоанна Брамса. Наверное, когда звучит фамилия Брамса, это первое, что приходит в голову из всех сочинений, это, конечно, его рингерский танец номер 5. Всего их было 21 рингерский танец, но однако они в оригинале написаны для татканов 4 руки. Но музыка настолько стала востребованной, популярной, что многие из этих танцев перегладывали на различные инструментальные составы. Для симфонического оркестра, для разных других инструментов, в том числе и одноголосных в сопровождении рояля. Сегодня вы услышите транскрипцию рингерского танца одного очень выдающегося музыканта, воиниста Ивана Адамовича Ешкевича. И в силу таких своих жизненных сложных обстоятельств Иван Адамович в его раннем возрасте вследствие болезни потерял зрение, но оттого он стал очень великим человеком, музыкантом. Я не думаю, что это, конечно, связано, но он не потерял волю к жизни и волю к творчеству. И его транскрипции баяна-сочинений считаются, наверное, одним из виртуозных, самых виртуозных сочинений для баяна. И вы сейчас сами услышите, и в исполнении Егора Подставкина прозвучит сочинение «Юханус Брамс» Ивана Мишкевича «Венгерский танец номер 5». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дело в том, что репертуар баяна и акрадиона насчитывает всего немногим более ста лет. И, конечно же, чтобы сформироваться баянисту или акрадионисту, музыканту, мы очень часто берем сочинения, которые написаны для других инструментов. Но среди инструментов, которые наиболее похожи по способу звуководействия, по природе звука, я бы так сказал, к баяну, это орган. И сейчас присутствует, конечно же, это произведение, которое написано для органа, и органа Себастьяна Баха. У него огромное количество работ, как клавирурных, так и органных, так и для других инструментов. И есть специальная даже квалификация, категоризация, нумерация этих сочинений, которая называется Бах Верке Терцайтнис, которая Вольмдом Шмиддером была составлена. Ее так называют, нумерация Шмиддера. И сейчас произвучит органная трилюдия фуга, ля минор, по нумерации Шмиддера 543. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, Альбин Ледников, Копричик. Альбин Ледников, Копричик 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 и аккордистов, Виктором Власовым. И когда обычно слышат эту фамилию, конечно же, сразу в голове вспоминаются его замечательные импровизации, эстрадно-джазовые обработки и просто сочинения эстрадно-джазового плана. Конечно, у него их большое количество, более 30, но, тем не менее, Виктор Власов писал музыку весьма разнообразно. Им написано три оперы. Он писал музыку к кинофильмам советского времени, более 20 фильмов споруждают его сочинения. И, конечно, он не обошел в эстрадно-джазовые композиции. Им написано три концерта для баяна, концерт для баяна с джаз-бендом и так далее. В общем, сочинений у него огромное количество. И следующее сочинение, на мой взгляд, является одной из самых его серьезных работ, написанных именно для баяна. И это сочинение, которое повествует о том советском периоде времени, когда существовали в стране такой лагерь ГУЛАГ. ГУЛАГ – это аббревиатура, которая расшифровывается, главное управление рагерей. и повествует о том непростой жизни людей, которые туда попали. Конечно, если решить этот вопрос, то переполняешься какими-то, знаете, очень тяжелыми чувствами, и тяжело даже немножко об этом говорить. И в музыке Виктора Власова достаточно очень ярко, красочно, образно все эти образы переданы. И он, конечно же, не на пустом месте написал это сочинение. Это сочинение даже так и называется по прочтению опусов Садженицына «Пять взглядов на страну ГУЛАГ». Почему пять? В этом сочинении пять частей. Это зона, пеший этап, блатные, лесоповал, и последняя часть называется «Поханый шестерка». Итак, Виктор Власов, хозяйка Викторовна. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И в его копилке большое количество как выпускников различного уровня, его консультанты становятся лауреатами и победителями самых престижных конкурсов, но также следует отметить, что его сочинения тоже весьма востребованы в мире баяна и аккордеона, и одно из таких сочинений это фантазия памяти Василия Шукшина на тему Иоанна Френтеля «Калина красная». Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 И одна из таких замечательных, по моему взгляд, самых очень ярких, это сочинение композитора Виктора Григина «Расцепуха». «Расцепуха» 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 «Расцепуха»